Дарья Поверенного – российская актриса театра и кино. Поверенного завоевала любовь телезрителей, играя главные и второстепенные роли в культовых российских сериалах «Марш турецкого», «Остановка по требованию 2», «ДМБ снова в бой», «Бригада», «Дальнобойщики», «Ангел-хранитель», «Петровка 38», «Меч» и многих других не менее интересных картинах. Поверенного Дарья Владимировна появилась на свет в Москве 15 июня 1972 года. Ее отец Владимир Поверенов был переводчиком издательства «Прогресс». Мать актрисы всю жизнь работала в театре на Таганке. А любимая бабушка будущей актрисы Надежды Тышкевич когда-то служила балериной в труппе театра, оперы и балета Киева. Интересно, что дедом Даши был легендарный советский актер Сергей Владимирович Лукьянов, которого зрители знают по ролям в картинах «Кубанские казаки», «Большая семья», «Дело Румянцева» и многих других. Вся родня по материнской линии родом из Украины. Дарья Поверенова рассказывала, что когда ее бабушка была еще молодой, а мама совсем маленькая, дед покинул семью и ушел к известной артистке Кларе Лучко, в которую влюбился на съемках фильма. Для бабушки это стало сильнейшим ударом и травмой на всю жизнь. Она так больше не вышла замуж и растила маму одна. Родители Даши также развелись. После развода девочка жила с мамой. В детстве Дарья Поверенова много времени провела за кулисами театра, куда ее брала ее мать. Будущая артистка училась в школе, где усиленно изучала английский язык. Родители хотели, чтобы Дарья стала переводчиком, как папа. Но в 1989 году, когда девушка получила аттестат, она решила поступить в театральное училище имени Щукина. Эта попытка не удалась. Благодаря хорошему знанию английского, поверенного, год работала переводчица. У известного режиссера Александра Митты. В то время он как раз работал над международным проектом «Затерянный в Сибири». В 1990 году Дарья Поверенова стала студенткой театрального училища имени Щукина. Училась на курсе Иванова. Кинематографическая биография Дарьи Повереновой началась в 1992 году. В то время, когда она была студенткой второго курса, ей посчастливилось дебютировать в эротической киноленте «Залмана Кинга» «Дневники красной туфельки». В данном фильме актриса единственный раз в собственной карьере снялась и вовсе обнаженной. Больше полностью голой Дарья и вовсе не снималась, но позволялось ей частичное обнажение и в других кинолентах. Уже в 1994 году, окончив училище, Поверенова смогла успешно пройти прослушивание у режиссера Андрея Гончарова. Ее приняли в труппу театра имени Маяковского, где она довольно скоро стала одной из ведущих актрис. Дарья Поверенова сыграла в спектакле «Дети Ванюшина», «Три сестры», «Опасный поворот», «Карамазовы» и других. В том же году Поверенова дебютировала в отечественном кино, ей досталась небольшая роль в ленте Александра Черных под названием «Я люблю». Это была экранизация повести Виктории Токаревой «Ничего особенного». В этом же 1994 году артистка снялась в ленте «Лето любви» и короткометражном фильме «Венецианское зеркало». За этим в творческой биографии артистки последовал перерыв до конца 1990-х годов. Долгожданный перелом в карьере артистки случился в 2000 году с выходом на экраны популярного сериала «День рождения буржуя». В этом фильме Даша сыграла Веру и, что называется, проснулась и вовсе знаменитой. После данного фильма у Повереновой уже не было недостатка в предложениях для новых ролей. В 2009 году Дарья сыграла главную женскую роль в многосерийном криминальном фильме под названием «Меч». Сериал рассказывает о боевых операциях нелегальной организации под названием «Меч», который создал бывший сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью для того, чтобы бороться с высокопоставленными преступниками, ушедшими от закона. Официально организация получает статус незаконного вооруженного формирования, но и участники быстро получают уважение и поддержку даже в правоохранительных кругах и славу современных Робин Гудов. Большую известность актрисе принес криминальный детектив «Игра» 2011 года, а также вышедший в 2016 году продолжение «Игра реванш». Главные роли в которых исполнили Прохор Дубраин и Павел Баршак в детективной драме о противостоянии полковника полиции и отчаянного преступника актриса сыграла главную женскую роль Наташи Кравцовой. Уже в 2014 году актриса вернулась к роли доктора Лены Журовой в криминальном сериале «Меч» 2 сезон. В этом же году Дарья Поверенного играет второстепенную роль в мелодраме «Самара 2», но через год появляется в детективной драме «Черная река» экранизация романа Ирины Мельниковой под названием «Неоконченный роман». В 1991 году Поверенного стала женой актера и режиссера Александра Жигалкина. Пара познакомилась с Щуки, где Жигалкин также учился. В августе 1992 года у супругов родилась дочка по имени Полина, но в 2001 году отношения пары дали трещину. Пара разошлась из-за романа Поверенного с коллегой по ленте «День рождения буржуя» Валерием Николаевым. Роман Поверенный и Николаева оказался и вовсе недолгим. В 2003 году после двух лет совместной жизни Дарья и Валерий и вовсе расстались. Актриса очень тяжело переживала разрыв, надолго погрузившись в глубочайшую депрессию. Как сама признается, значительное время находилась в подавленном состоянии, не могла появляться на людях и вовсе работали. Но красавица Дарья Поверенного всегда пользовалась вниманием красивых мужчин. Через пару лет на съемках многосерийной ленты «Ангел-хранитель» у Дарьи случился роман с артистом и коллегой по съемочной площадке Анатолием Руденом. Поверенного, еще не полностью остыв после романа с Николаем, не верила в длительность и искренние чувства молодого актера. Руденко была моложе ее на 10 лет. И предчувствия ее не обманули. Когда уже все говорили о свадьбе Руденко и Поверенного, Анатолий влюбился в молодую актрису Елену Дудину. Пара и вовсе рассталась. На сегодняшний день личная жизнь Дарьи Поверенного посвящена только дочери Полине. Иногда артистку видят вместе с известными мужчинами. Но она утверждает, что пока не намерена выстраивать серьезные отношения ни с кем. Слишком дорогую цену заплатила за былую доверчивость. Также актриса рассказывала журналистам, что верит, что невезение в отношениях вызвано семейным проклятием. При этом, как отмечают поклонники актрисы, остается интересной и привлекательной. Для противоположного пола. Женщина с гармоничной фигурой. Рост Дарьи 170 см, а вес 55 кг. Поэтому интернет-пользователи не верят, что поверенного надолго останется одна. В 2015 году журналисты заговорили о романе Дарьи с ректором московской школы управления Сколково Андреем Шаруковым. Актриса и неизвестный мужчина в деловом костюме вместе появлялись на светских мероприятиях. Поверенного отказалась представить спутника прессы, но журналисты вычислили в этом мужчине Шарукового. Дарья не делает официальных заявлений по поводу новых отношений, но и не отрицает близкую связь с Шаруковым. Фотографии из повседневной жизни актрисы появляются в неверифицированном аккаунте Дарьи Поверенного в Инстаграме. Новых фото артистки ждут 36 тысяч подписчиков. В 2016 году Дарья Поверенного получает главную роль в четырехсерийной мелодраме под названием «Расплата за счастье». Героиня данной актрисы Елена – женщина, которая до начала событий живет счастливой жизнью в собственном доме с мужем и детьми. Проблемы из семьи начинаются, когда женщина случайно сбивает незнакомую девушку – Настю. Авария не причиняет Насте вреда, но Елена приглашает ее в гости в качестве компенсации. С появлением девушки в доме жизнь семьи резко меняется. Оказывается, что Настя вовсе не знакома. Дорожное происшествие произошло не случайно, и у девушки есть давние счеты с приютившейся семьей. В этом же году актриса сыграла маму Маши в музыкальной комедии «Всю исправить» о жизни молодой музыкальной группы «М-Бэнд». В 2017 году Дарья Поверенова появилась на экранах в ролях Ирины Штайн в мелодраме под названием «Завтрак в постель» Маргариты Лосевой в «Калейдоскопе судьбы и Риты» в драме «Не вместе». На сегодняшний день актриса снимается в новом проекте. Поверенова сыграет в драме «Партия», которая покажет сюжет о том, как российский олигарх создает политическую партию и прикладывает все усилия, чтобы та вошла в Государственную Думу.